Виктор Васильевич Жажина Виктор Васильевич Жажина А участники фронтовых бригад исполняли всеми любимые песни, которые с удовольствием слушали и даже подхватывали все, кто был рядом. И врага инописного крепче бьет мы ее за любимую родину, за родной огонек. Евгению Владимировну Белоногову с Днем Победы поздравила заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова, найдя для ветерана много добрых и теплых слов. За то, что Вы сделали для России, для детей, для будущего. И пожелать Вам от всего сердца здоровья. Спасибо Вам большое. К поздравлениям присоединились и другие гости, которых в этот день собралось в квартире Евгении Владимировны немало. В том числе и настоятель Александра Невского храма городовидное священник Николай Шапарев. Позвольте тоже нас всех верующих людей нашего округа тоже поздравить Вас, пожелать Вам здоровья и душевного, и телесного, чтобы Господь всегда был рядом с Вами. И для нее одной были исполнены песни Победного Мая. А фронтовая бригада отправилась дальше. Адрес за адресом. Поздравляя в этот день людей, причастных к истории Великой Победы. Михаил Никитович Доля давно не выходит из дома. И к нему пришла делегация со словами поздравлений и музыкальными номерами. Одни песни звучали прямо в его квартире, другие с фронтовой полуторки, на которой выступали артисты. Зарядили ветерана боевым настроением и снова в путь. К Ивану Григорьевичу Серякову тоже пришли с подарками. Самое главное, и это понятно всем, внимание к ветеранам. Его в праздничный день было в достатке. Спасибо вам большое. От Витненского благочения вам вручаю икону Георгия Победоносца, покровителя нашего российского русского воинства. Вот, совершается перед этой иконой молитвы. Спросили не только о здоровье и житии, но и вспомнили праздники 9 мая прошлых лет «Жизнь города», для которого каждый ветеран, в том числе и Иван Григорьевич, сделали в свое время немало. И вот новый адрес. В доме номер 2 по улице Ольховой живет Борис Харитонович Канельский. Несмотря на почтенный возраст, в отличной физической форме. Поприветствовал гостей и даже выступил перед публикой. Эта победа далась нам нелегко. Много было погибших товарищей рядом. Но мы победили и мы доказали, что советская власть и народ России способен на более высокие чувства и на более высокие дела. Ветеран говорил долго, и его слушали, и взрослые, и дети. Так мало осталось живых свидетелей той войны. И для присутствующих это стало возможностью пообщаться с фронтовиком, послушать истории из его уст. И, конечно же, песни победы для него, для ветерана.